МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абошня подзе в области у материалах корреспондента у телерадо-компании Гомель. У студии Натальи Игнаценко витаю вас, глядите у гэтым выпуску. Завтра же хары региона змогуть задать свои питанні старшині Гомельського Абл-Канкама у Владимиру Дворніку. У Гомелі сёння прайшов молодёжный фестиваль социальной рекламы. 18-го саковіка у областным центры провядуть гукань невясны. І больш падравязна об гэтымі не толькі. Гомельський вагонабудавнічий завод наведала информационная група Гарб-Канкама под керавництвом старшині Пятра Кириченкі. Месяц тому одному зі старшіх прадприємству регіона спойнілася 143 годы. Однак технологічний працес тут сучасны. Модернізація іде. Пастаянна. Гомельські вагоны паставляються у Расію і Казахстан. Штого дабйомы паставок павялічваються як мінімум на 5%. І на гэтый год портфіль заказаў цалкам сформіраваны. Прадприємства працює з прибыткам. Усі даведзінае летось прогнознае пакашчыкі цалкам выкананы. Коліктыв завода гэта 1150 чалавек. З їх прикладна чверть молоть. На територій پад로ємства для супрацівніка створена зручна інфраструктура. Прадугляджені льготы на харчавання оказываються бісплатні медичнія послуги. Вот та ситуация, которая в этом коллективе сегодня сложилась, она вполне удовлетворяет и руководство предприятия, и руководство города, но и самое основное, что она людей, которые здесь работают, удовлетворяет. Уровень заработной платы на этом предприятии значительно выше, чем средний городской, уже говорит о том, что все остальные вопросы, безусловно, решаются вполне конструктивно и успешно. Даречи про питания. Задать их старшине Гарвы Канкама у этот день мог каждый супрационник предприятия. Людей цикавили темы практически всех сфер житейности Гомеля. Например, завершение будовництва у Сходного обхода, появление новых объектов громадских охарчеваний, дальнейших изменений в обличии города. На некоторые питания отказы были дадены сразу, другие взяты на контроль. Даречи, завтра же хары Гомельской области смогут задать свои питания керавництву региона и города Гомеля. 18-го саковика отбудутся черговые субботние промые линии. Старшиня Гомельского Абл Выканкама Владимир Андреевич Дворник будет принимать звороты по номеру телефона 75 12 37. Гомельчан выслухает старшиня Гарвы Канкама Петр Алексеевич Кириченко. Номер телефона 75 19 84. Час работы промыхлений с 9 ранницы и до полдня. Сегодня в Гомельском государственном университете имя Франциска Скарына у першиню пройшел молодежный фестиваль социальной рекламы «Святло добра». До дела у им прималися видеоролики и плакаты на социально значные темы. Какие проблемы сущастности хвалюют молодь, доведалась Ганна Ковалева. Перша в истории университета фестиваль социальной рекламы выкликал великую цикавость студентства и одразу же стал международной пляцовкой. Амаль полсотни работ, полторы десятки ВНУ и три краиноудельницы. До фестиваля у его организатора и шли Амаль год. Столько должилась подрыхтука. Организация фестиваля на самом деле была очень долгой, кропотливой. В результате удалось наладить сотрудничество со многими вузами. И в этом тоже огромный плюс. Цель – это объединение молодежи через творческий поиск решения духовно-дравственных и социально-экономических проблем современного общества. Беларусь, Россия и Украина. Вот география удельника. У них леди Шинамижи фестиваль показал, у студентства один погляд на острые проблемы сучастного громадства. С десятков работ у финал трапили 15 видеороликов и 10 плакатов. Пять из них – ауторство Гамельчан. У своих работах студенты закликали быть добрыми, вести здоровый ладжетя и заставаться собой навод у виртуальной просторы. Они с удовольствием всегда участвуют в такого рода мероприятиях и откликаются, потому что учеба без творчества тоже невозможна. Тут же первых и последних не должно быть. Мы все работаем на одну цель, чтобы объединиться, чтобы действительно какие-то проблемы вместе разрешать. И все ж таки, лепшие работы были вызначены сярод критерию оценки, техничная якость, оригинальность и глубиня идеи, ее выконание, социальная значность и слоган. Работы оценили журы в составе кировников державных структур Гамеля и в области, представников СМИ и высшейших научных установ. Так, лепшим видеороликом признана работа Минского державного лингвистичного университета. Сярод плаката улепшая стала работа Белорусского державного университета транспорту. Самые якостные и оригинальные видеоролики отримали путевку на телеэкраны, а плакаты будут размешаны на билборда города. Ганна Ковалева, Яугин Макинка, телерадоокампания «Угомель». У Гомель отбулася доброчинная фотосессия. Акцию «Упатрымку детей» из социально-педагогичного центра организовали волонтеры от Рада БРСМ «Открытое сердце». Семь выхованок притулку стали героинями казочных сюжетов. С подробностями Ганна Корольчук. Кожная девчонка марить стать принцессой, хоть на один день трапить указку. Маленькой надзее шесть годов. Я на крыху соромяется такой уваги до сябе. Олега бояльно усмехается. Для я и иншых девчонок социального притулку у гэтый дзень мары стали реальностью. Мен вернавились, как делали причастки. Губы красили, ресницы красили. Заплетали меня. Расчесывали. Мне понравилось почувствовать принцессой. Организаторы подрыхтовали специальные уборы и упрыгоживания. Кожный девчонцы стилист подобрал уникальный образ. А кроме того, героини фотосессии отримали именные подарунки, каб гэтый дзень запомнился надолго. Доброчинная акция организована дзякуючи волонтерам злик у работников открытого акционерного товариства «Гумсельмаш». Подтримали инициативу и две молодые женщины – фотограф и стилист. Волонтерский отряд существует уже более 13 лет. Мы дарим добро и счастье людям, тем, кто в этом больше всего нуждается. Кто может быть дороже улыбки ребенка? И во многом от нас, от взрослых, зависит и хрупкое детское счастье. Так давайте принесем в их мир немножко света и обогреем теплом своей души. И, возможно, сегодня нам удастся исполнить чью-то детскую мечту. Поддержали общую идею помочь деткам в рамках такой акции. А так как сами будущие мамочки вместе еще со стилистом Екатериной решили поддержать такую интересную идею. Каждая улыбка ребенка очень важна, особенно когда детки остаются без поддержки взрослых, без поддержки мам. Очень больно смотреть, когда деткам не хватает материнского тепла, внимания и заботы. Хочется, конечно, подарить как можно больше и своего тепла, и больше внимания таким деткам. Это только одна акция с великого доброчинного проекта «Дары добро». Наступный крок волонтеров – допомога Владиславу Лопатину, трехгадовому выхованцу детячего дома, який хворен на лейкоз. Если вы так же ожидаете, чтобы улучшиться к этой доброй справе, вернитеся к волонтерам по номеру телефона, который вы сейчас видите на экране. Ганна Корольчук, Валерий Гапанько, телерадио, компания «Гомель». Гомельская областная филармония рыхтуется означать 50-ти годовый юбилей. Зараз тут проходят постоянные репетиции номеров, которые глядачи увидят подчас юбилейного концерта 24-го соковика. Сегодня в составе Гомельской областной филармонии 13 коллективов, которые выступают в разных жанрах, от иллюзийных представлений до выполнения классической и современной музыки. До великого юбилейного концерта в областном хроматско-культурном центре рыхтуются не только лепшие номеры, а и шерах приемных сюрпризов. Разом с гомельчанами на сцену выйдут знаками-то белорусские артисты, которые в свой час выступали с коллективами филармонии, которые являются ее выхованцами. На концерт, который состоится 24 марта, в 18.30 в зале общественно-культурного центра «Ланги-17» билеты уже проданы за два месяца до начала мероприятия. Сегодня зритель готов принимать культурное мероприятие и наслаждаться не только эстрадными произведениями, но и классическими мероприятиями. Директор Гомельской областной филармонии Алена Давыдовская сегодня станет гостей программы «Диалог». Я на видеоэфир на телеканале «Беларусь-4» у 19.01.20 хвилин. Свои питания пропоновые и за уваги вы можете выказать, потелефоновавши по номеру промога эфиру у Гомелли – 77.68.45. 18-го саковика у Гомелли проведут гуканни весны. Народное свято присвячено приходу весны и означается прилетом птушек. Месом гуляния устанет на бережной Ракисож на территории Палацево-парковых ансамбля. Организаторам свято выступает филиял ветка узкого музея старого обрадництва и белорусских традиций имя Шклярова у Гомелли. Гостям пропонует паудельничать у карагодах и гульнях, самостоянно зарабить обрадовую выпечку в форме птушек, раскласти вогнища, затем спалить на им пудела зимы. ГТ, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфиры «Спортивный агляд». З новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин